Царь Давид Звени, песня, звени, и в эти славные дни друзей суда моих собирай. Играй, арфа, играй. И нацер от элит вновь собирает друзей. И вновь над холмами Галилеи звучит немая музыка псалмов. Здесь царствует Международный фестиваль русской поэзии и культуры. Это большое литературное событие с нетерпением ожидала не только творческая элита города, но и все ценители художественного слова, чьи сердца отзываются на мудрую мысль, неожиданную рифму и на исповедальные мелодии страсти, вдохновения, отчаяния и любви. Учредители и организаторы фестиваля, поэт и переводчик из нацер от элита Людмила Чеботарева и ее супруг Михаил. В этом году в финальном конкурсе принимает участие 19 поэтов из разных городов Израиля, России, США, Ирландии, Украины, Белоруссии, Эстонии. По условиям турнира они представляют стихотворные произведения на тему «Образ библейского царя Соломона». Торжественное открытие фестиваля, в котором приняли участие конкурсанты, гости и члены жюри, состоялось в канцелярии мэра нацер от элита Шимона Гавсу. Специально к этой встрече оргкомитет фестиваля и отдел абсорбции муниципалитета под руководством Тани Макаровой выпустили книгу «Арфа Давида-2013», куда вошли произведения финалистов поэтического конкурса и конкурса переводов. Эта книга вместила в себя размышления, сомнения, открытия и признания людей, объединенных неизбытной любовью к литературному наследию книги книг. Дорогие друзья, уважаемые участники и гости второго международного фестиваля русской поэзии и культуры в Израиле «Арфа Давида». Особое очарование этому празднику поэзии и высокой духовности передает то, что он проходит на фоне нерукотворных библейских пейзажей средь галилейских холмов в городе, где бережно сохраняются и сочетаются красивая русская речь и еврейские традиции в городе мечте Бангуриона нацер от элите. Я хочу обратиться ко всем со словами замечательного поэта, председателя жюри этого конкурса Бориса Эскина и пожелать «Игры ума, и чувств буйноцветения, и к чертежам творца прикосновения». Одним из основных захватывающих и интереснейших дней фестиваля был день турнира поэтов. Конкурсанты представили по три стихотворения на заданную тему, которые раскрывали внутренний мир поэта, мир его мыслей, чувств, переживаний, сомнений и надежд. Члены жюри отметили сочный литературный язык, образное мышление и трепетность поэтического слога многих участников конкурса, на котором мастерство и твердость пера переплетались с робкой, но такой чувственно-пронзительной рифмой начинающих авторов. По единодушному признанию участников фестиваля, они увезут с собой самые добрые впечатления от встреч друг с другом и от маленькой страны под небесами, маленькой страны, вместившей в себя необъятную, маленькой страны, имя которой – Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok